МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Сезон высокой воды. Комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила вопросы весеннего паводка. Мой дом, моя гордость. В Чувашии чествуют работников ЖКХ. Мечты сбываются. В Заволжье решают, где пройдет газопровод. Республика готовится к половодию и пожароопасному сезону. Какие меры необходимо принять для безопасности жителей обсуждали сегодня в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пик большой воды в Республике ожидают уже в начале апреля. Благополучных прогнозов Гидромедцентр пока не дает. Снега в регионе выше нормы. Средняя высота снежного покрова по Республике выше нормы. И колеблется от 30 до 53 сантиметров. Общая средняя высота по Республике 43 сантиметра. При норме 31. Запас воды в снежном покрове на 10 марта по Республике составляет 118 миллиметров. Это 128 процентов от нормы. В зону Паводка в Республике могут попасть порядка 60 населенных пунктов. Опасные объекты производства и склады токсичных веществ и химических удобрений, едохимикатов и скотомогильники в границе водоохранной зоны, зона возможного затопления отсутствует. Для предотвращения негативного воздействия сегодняшнего года проводятся русло-регирующие мероприятия на водных объектах. К пику Паводка готовятся и власти АллатРа. Если будет необходимо, то жильцов потопленных домов эвакуируют. Подготовлены и куплены администрацией города плавсредства и предварительно заключены договора с владельцем маломерных судов, проживающих в зоне потопления. В службе единой диспетчерской дежурной службы проводится оповещение населения потопляемых территорий по сотовой и стационарной связи. Глава региона отметил, что подготовка к Паводку должна быть завершена в ближайшие дни. Материальные ресурсы, человеческие ресурсы и комплексные планы все утверждены. Директивы, соответствующие указания подписаны на бумаге, когда все хорошее, это замечательно, чтобы механизм действия был как бы сказать, по тем мероприятиям направлен на обеспечение безопасности людей. После Паводка наступит пожароопасный сезон. Чаще всего в регионе горят бани и частные дома. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неисправные печи и дымоходы. Практически 16% от общего количества пожаров у нас ежегодно именно по этой причине. Хотя, хотя, средние показатели по России здесь в пределах 10-12%. Нет ни одного выходного дня, чтобы не сгорела баня. А бывает в случае 2-3 бани за выходные. Пожары необходимо предупреждать, отметил глава региона. В районах республики возобновили ночные дозоры добровольцы ОК Огнеборцев. Благодаря их работе количество ЧП заметно снизилось. Профилактические мероприятия в жилищном фонде следует проводить с привлечением инициативных неравнодушных людей, если взять сельскую местность, старосты, лидеры общественного мнения, общественные организации, которые вместе с нами работали на обеспечение безопасности. Особое внимание прошу уделить проверке мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан. Но профилактической работой занимаются не в каждом муниципалитете, отмечают в МЧС. Так, бюджет сельского поселения Порецкого района на 2019 год предусмотрен лишь 35 тысяч рублей на весь район. В то время как прямой материальный ущерб причинен пожарами за 2018 год составил более 2,5 миллионов рублей. А в городе АЛЛАТРА за последние три года с 2017, 2018, 2019 не выделяется ни копейки на данные профилактические мероприятия в области пожарных безопасностей. Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры, чтобы количество пожаров в регионе было сведено к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же глава Чувашии обсудил с участниками Совета по улучшению инвестиционного климата вопросы внедрения плана мероприятий «Трансформация делового климата». Подробнее об этом завтра в программе «Республика». Сегодня в столице Чувашии честовали работников бытового обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. В это воскресенье они отметят профессиональный праздник. Принимал поздравления и старший мастер предприятия «Теплосеть» Виталий Федоров. Проверить работу фильтров для чистки воды, которая поступает в котел, проконтролировать параметры на щите управления. Часть рабочего дня Виталия Федорова. Котел сейчас в рабочем состоянии, параметры все в норме. В противном случае здесь загоралась бы аварийная сигнализация, звенел бы звонок. В этой котельной Виталий Гаврилович работает 37 лет, почти с момента ее запуска. Тепло отсюда поступает в филармонию, театр кукол, дом правительства. Карьеру начинал со слесаря, дослужился до старшего мастера. Рассказывает, во время работы случались разные нештатные ситуации. У нас запарился насос и вода в котле моментально превратилась в пар. Было повреждение трубы в котельной. Зима, градусов по 30 было тогда. Ну и это где-то в течение часа все восстановили и запустили в работу с минимальными потерями. Сейчас Виталий Федоров обслуживает четыре котельные и один центральный тепловой пункт. За день нужно проверить каждый объект и прилегающие теплотрассы, поставить задачи подчиненным. Все расписано по минутам. Работа, да, должна нравиться. На работу должны ходить с настроением, какую-то пользу приносишь людям. Знаешь, что они как-то это зависит от твоей работы. Вот когда это на улице холодно и дома тепло, батарею трогаешь, она горячая. Это очень хорошо. Преданность и любовь к своему делу отметили на самом высоком уровне. Виталий Федоров стал заслуженным работником сферы обслуживания населения Чувашской республики. Эмоции через край. Чтобы награждал еще сам глава республики, это большое дело. Это у меня впервые в жизни. И я очень рад, что так оценили мою работу. Хочется сделать больше, лучше, чтобы радовать людей. Заслуженные награды получили и другие сотрудники отрасли. Глава республики отметил, с каждым годом планка требований растет. У людей появляется еще больше возможностей просить, требовать у органов власти, у вас, чтобы качество обслуживания улучшалось, чтобы они в шаговой доступности могли получать любые услуги. В квартирах тепло и светло, на улицах чисто, дворы были устроены. Каждый день эти люди делают жизнь горожан уютнее и комфортнее. Человек не замечает, как он дышит. И горожанин, обычный обыватель, не замечает ваш ежедневный, сложный, порой неблагодарный труд. Но благодаря вашему профессиональному подходу, поддержке со стороны главы республики, правительства, мы живем с вами в одном из самых благоустроенных и чистых городов нашей страны. В этом году у сотрудников отрасли еще будут поводы собраться вместе. 370-летие коммунальной системы страны еще одна весомая дата. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. По каким земельным участкам проложат газораспределительные сети в Заволжье? Этот вопрос обсудили на публичных слушаниях в поселке Сосновка. Публичное слушание по межеванию участков для строительства газораспределительных сетей полный зал не собрали. Возможно, потому что это прошли в рабочее время в будний день. А может быть, потому что жители уже не верят, что газ придет раньше, чем вырастут их внуки. Голубое топливо здесь ждут много лет. Дровами топим, как в прошлом веке. Это дорого и неудобно. Дрова сейчас очень дорогие, чтобы их выписать, привезти, еще распилить и расколоть. Пенсионерам это очень сложно. Газ нам обещают давно, поэтому собираемся, собрались для того, чтобы узнать, когда же это давно наступит. В этот раз процесс зашел дальше, чем когда бы то ни было. Публичные слушания проходили по магистральным сетям. Уже проходили. А сегодня уже идут по сетям газораспределения, доходящим до потребителей. Это среднего давления сети. Это следующий этап. Потом еще один этап будет. газораспределительные сети низкого давления, которые должны дойти до каждого потребителя, до каждого индивидуального жилого дома, если собственники этого дома захотят пользоваться газом. Этот этап позволяет надеяться, процесс идет. Процесс долгий, можно ожидать в 2021 году первый газ. Процесс долгий, в том числе, потому что прокладка сетей может затронуть интересы собственников земельных участков, по которым эти самые сети пройдут. Урегулировать все нюансы нужно еще на этапе проектирования. Что касается заволжских поселков Северный, Октябрьский и Пролетарский, то здесь по частным участкам сети не проложат. Никакие частные земли не затрагиваются, все проходит по землям либо муниципальным, либо находящимся в государственной собственности. Для Сосновки проект строительства сейчас тоже готовится. Впрочем, жителям в любом случае придется запастись терпением. В первую очередь на газ переведут котельные и социальные объекты. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, в Чувашию поступила субвенция, предназначенная для выплат пособий по безработице. К таковым относятся стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости, досрочной пенсии и других. Первый транш 10,5 миллионов рублей, а всего на 2019 запланировано 292 миллиона. В 2018 году на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, направлено 180 миллионов рублей. На сегодня численность безработных граждан составила 5176 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,8%. По мониторингу качества и доступности госуслуг в области содействия занятости, уровень трудоустройства граждан в Чувашии в 2018 году составил 86%, всего 42 тысячи человек. По этому показателю мы на втором месте среди субъектов России. Народные дружины и студенческие отряды правопорядка становятся надежными помощниками полицейских. Сегодня в Министерстве внутренних дел по Чувашии прошла конференция, темой которой стало участие граждан в охране общественного порядка. Правопорядок задача общая, уверены участники конференции. Чтобы на наших улицах, в торговых комплексах, других общественных местах было спокойно, полиции надо помогать. Еще в прошлом году в республике указом главы был создан штаб, объединивший добровольцев из 26 муниципалитетов. Результаты очевидны. Общее количество преступлений снизилось на 17,7%. Более 500 дружинников регулярно выходят на патрулирование вместе с сотрудниками органов внутренних дел. Особое внимание уделяется профилактической работе с молодежью. Командир объединения подросток, студентка ЧГПУ Анна Карпеева за время работы поняла, ребятам, имеющим проблемы с законом, проще поговорить с человеком без погон. Добровольцы из ее команды нашли сбежавшего из дома ребенка, помогли вернуть доверие в семью, которую хотели ограничить в родительских правах. Казалось бы, частные случаи, но за каждым из них стоят судьбы конкретных ребят. Мы проводим квест-игры, направленные на профилактику правонарушений. В этих квест-играх дети в интерактивной игровой форме знакомятся с правовыми знаниями, узнают о нормах поведения в общественных местах. Также мы проводим психологические тренинги для детей и подростков, в которых мы, наши волонтеры общаются с ними, обсуждают проблемы, пути их решения. В таких психологических тренингах дети хорошо открываются волонтерам. От каторги и ссылки до современных пенитенциарных учреждений. За более чем вековую историю уголовно-исполнительная система прошла сложный путь. На днях работники ведомства отметили профессиональный праздник и 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Сегодня в состав УИС Чувашии входят 9 исправительных учреждений, 2 следственных изолятора. Работает уголовно-исполнительная инспекция, отдел по конвоированию и Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения. 140 лет это значимый срок. Система уже доказала свою необходимость и потребность в исправлении в том числе граждан Российской Федерации. Исполняя свой долг всегда помните, что закон должен быть в наших головах и в наших сердцах. И соблюдая этот паритет исполняйтесь честью возложенные на вас обязанности. Современные колонии и следственные изоляторы это не просто места содержания, но и Центры социальной, медицинской, образовательной, трудовой и духовной реабилитации людей, попавших в места лишения свободы. В ваших душах есть честь и достоинство, которое не позволяет вас уже вам быть, чем они и быть всегда на высоте и сохранять, соблюдать законы, чтобы у нас в городе все было на правовом русле, чтобы у нас в городе всегда было здоровое общество, чтобы в наших дворах было безопасно ходить. По традиции в праздничный день состоялось чествование лучших сотрудников и ветеранов. Им вручили ведомственные награды и благодарности. В Минобразование Чувашии обсудили вопросы безопасности дорожного движения при перевозках детей автобусами. Кроме того, речь шла и о порядке лицензирования этой деятельности, поскольку недавно вступило в силу соответствующее постановление правительства России. Сегодня в Чувашии курсируют почти 350, и большая их часть используется для доставки детей к базовым школам. В общей сложности около 12 тысяч юных пассажиров ежедневно пользуются их услугами. Все автобусы отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к специализированному транспорту для перевозки детей. Оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками. В Чебоксарском доме дружбы народов прошел вечер памяти Махмуда Дарвиша, выдающегося палестинского арабского поэта. В этом году ему исполнилось бы 78 лет. Межнациональный хоровод, так же, как и праздник, объединил три культуры чувашскую, русскую и арабскую. Этот вечер посвятили поэту Махмуду Дарвишу, одному из классиков национальной литературы и участнику палестинского сопротивления. В своей лирике он воспел родную Палестину и посвятил свое творчество нелегкой судьбе ее народа. Около 30 сборников произведений палестинского поэта опубликовано на арабском. Его стихи переведены на 35 языков мира. Творчество Махмуда Дарвиша отмечено и в Советском Союзе. В 1983 году ему была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами. Едина Волкова, Игорь Сверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова